В эфире события в студии Андрей Трой. Здравствуйте. Треть всей нефти в стране транспортирует самарское предприятие «Транснефть Приволга». Сейчас здесь трудится более 5000 сотрудников. В Самаре находится крупнейший в Европе резервуарный парк общей емкостью около полутора миллионов кубических метров. С работой предприятия познакомился глава администрации Самары. Олег Фурсов провел встречу с трудовым коллективом и ответил на все интересующие вопросы. Знакомство с историей предприятия началось в музее «Транснефть Приволга». Здесь собраны более сотни редких экспонатов – одежды, инструменты, награды и архивные фотографии. Добывать черное золото в Поволжье начали в 1936 году. Нефть Самарской Луки и Заволжья обеспечивала топливом танки и самолеты во время Великой Отечественной войны. Сейчас «Транснефть Приволга» – крупнейшее предприятие. Оно транспортирует треть всей добываемой нефти в стране. Активно трудятся не только нефтяники. На встрече с главой администрации Самары Олегом Фурсовым со стороны сотрудников предприятия звучали как общие вопросы о будущем города, так и частные, с которыми приходится сталкиваться ежедневно. Будут ли ремонтировать дороги в исторической части города? Продолжится ли благоустройство дворов? Восстановит ли кинотеатр Самара? И как разобраться с квитанциями за капитальный ремонт? Нам недавно начали приходить квитанции за капитальный ремонт здания. Но есть несколько вопросов. Во-первых, квитанции всем жильцам пришли только вторые, то есть они были уже сразу в долгу. И нас не уведомляли, что это за компания. Платить нужно, во-первых. Во-вторых, сейчас закон позволяет вам создать собственный спецсчет. Если у вас дом новый, вы принимаете решение о создании спецсчета, и деньги вот в этих объемах, которые определены, можете зачитать на спецсчет. И по мере необходимости тратить деньги на ремонт там крыши, фасада, коммуникации. Закон часто разрешает это делать. На встрече с коллективом предприятия глава администрации Самара Олег Фурсов рассказал о реформе местного самоуправления. Теперь районные администрации станут более самостоятельными, получат больше полномочий и собственные бюджеты. Выборы в районные советы депутатов пройдут в сентябре. С созданием районных советов мы предполагаем, что в органы власти придут люди от родовых коллективов, от общественных организаций, которых у нас очень много. Это люди, которые не ставят перед собой каких-то коммерческих интересов, не ставят коммерческих задач, которые проявили себя уже на конкретных участках работы. Благоустройство территории областной столицы – одно из приоритетных направлений в работе городской администрации, напомнил Олег Фурсов. Большое внимание власти уделяют и закупке спецтехники для уборки улиц и тротуаров, обновлению подвижного состава пассажирского транспорта, ремонту дорог. Город не может меняться только по указу сверху. Город должен меняться, опираясь на мнение жителей, на их поддержку, подчеркнул Олег Фурсов. Поэтому будущее города в руках самих горожан. Лариса Шлафаст, Павел Пресняков. События. Почетного гражданина Самары, одного из директоров Куйбышевского металлургического завода и просто хорошего человека Максима Борисовича Аваденко поздравил с юбилеем глава региона. Николай Меркушкин пожелал юбиляру здоровья и долгих лет жизни. Возраст в паспорте – не показатель активности жизни человека, уверен Максим Борисович Аваденко. В свои 85 он еще полон сил и желаний совершать поступки. Говорит, работа спасает от хандры и тоски. И всю жизнь почетный гражданин Самары трудился на благо родного города. Был и директором Куйбышевского металлургического завода, и преподавателем в ВУЗе. Имеет около 50 изобретений. Юбилей встречает с хорошим настроением. Настроение хорошее, да. Но очень волнительно. В связи с тем, что много поздравлений, много людей, с которыми вместе работали. Я уж, может, даже стал забывать. А много лет прошло, они, люди, помнят, да, звонят, поздравляют, да, вспоминают о совместной работе, жизни, о том, как вместе трудились, помогали друг другу, решали проблемы разные, да. И это, конечно, дополнительно вызывает волнение. В день 85-летия поздравить юбиляра к нему домой приехал губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Глава региона пожелал героя социалистического труда, профессору и почетному гражданину города здоровья и наградил почетным знаком. Принято решение наградить вас самой высокой наградой. Хоть почетный гражданин, это самое высокое нам почетное звание, а за заслуги перед Самарской областью. Это самое наш, по иерархии, наград самое высокое. Несмотря на солидный возраст, Максим Борисович старается держать себя в форме как физической, так и интеллектуальной. Чтобы многолетние знания не пропали даром, продолжает передавать колоссальный опыт молодежи. Мариана Мирное, событие. Долгожданное событие для учеников 81-й школы. Учебное заведение планируют открыть после капремонта ко дню знаний. Сейчас ход работ в здании отслеживается буквально каждую неделю. Подрядчики должны успеть закончить все работы раньше срока, который изначально устанавливался в контракте. На стройплощадке побывал наш корреспондент. Работы идут сразу по всем фронтам. Во дворе благоустраивают территорию, заканчивают фасадные и строительные работы. Внутри школы одновременно строят и ведут чистовую отделку. И все это под неусыпным контролем городских властей. Отделочные работы идут сверху. Первый этаж в настоящий момент, там ведутся одновременно все виды работ, начиная со строительных, для того, чтобы через неделю подойти к отделочным работам. Качество не страдает. Качество стремимся поддерживать на уровне, для того, чтобы было не стыдно показать себе детям. 81-я школа переживает второе рождение. От старого здания здесь остались только фундамент и несущие стены. Объект оказался достаточно уникальным и своеобразным. По ходу развития событий возникало достаточно много чисто технологических проблем, которые не были учтены заранее в проектной документации. Сейчас капитальный ремонт здания вышел на финишную прямую. Установлена система вентиляции, устранены замечания, которые сделал глава администрации в свой прошлый приезд. А именно, глухие окна в спортзале заменили на открывающиеся. На четвертом и третьем этажах все классы покрашены. Выполнено гомогенное покрытие. Ниже помещение готово под чистовую отделку. Рабочие трудятся в три смены. В рекордные сроки они готовят 81-ю школу к началу учебного года. Хотя изначально планировалось, школа примет учеников только в декабре. Если еще месяц назад у нас были очень серьезные претензии, мы говорили подрядчику, что необходимо ускорить работы и завести сюда как можно больше людей. Сегодня мы видим на объекте 120 человек, которые работают, выполняют параллельно различные виды работ. Темпы работы очень хорошие. Качество тоже удовлетворяет нашим требованиям. Мы планируем, что во дворе благоустройство будет закончено к понедельнику. Первоначально открытие школы планировалось 1 декабря. Вот в ситуации договоренности с подрядчиком срок открытия сместился на 1 сентября. Я думаю, это правильное решение. И оно будет поддержано жителями Самары. Процесс капремонта подвергается и общественному контролю. Судьба школы активистов очень волнует. И родители, и дети ждут эту школу. И мы вместе с ними. Как мы, общественный совет, мы наблюдали за этой школой. Мебель, оборудование и учебные материалы уже заготовлены. К 1 сентября школа будет полностью оснащена. Дня знаний ждут не только школьники, но и малыши 225-го детского сада. В дошкольном учреждении также подходит к завершению капитальный ремонт. Но по качеству работ Олег Фурсов сделал ряд замечаний. На шкафчиках скола, не над всеми входными дверями установлены козырьки. Хорошо, что мы приехали. Я увидел воочию, что происходит. Мы такой садик с таким качеством детям и должны. Кажется, однозначно. Глава администрации Самары дал две недели на исправление недочетов. Детсад должен быть сдан в безупречном виде. Марина Матвеевшина, Станислав Левин. События. На месте бывшего кинотеатра Самара жители Кировского района хотят видеть не парковку, а сквер для отдыха горожан. Этот вопрос они вынесли на обсуждение на общественных слушаниях в рамках проекта «На связи с губернатором». Какие еще проблемы важно решить в 13-м микрорайоне, узнал наш корреспондент. Когда-то на этом месте был кинотеатр Самара. Его снесли в 2008 году и планировали построить здесь торговый центр. Однако территория пустует до сих пор. Жители хотят отстоять хотя бы небольшой сквер с дубами около бывшего кинотеатра и обустроить там место для отдыха. С этим предложением Елена Левашина и пришла на общественные слушания по благоустройству своего района. Мы хотим хотя бы тот остаток сквера, который за забором. Мы туда ходим периодически. Там остались прекрасные деревья, изумительные дубы, изумительные сосны, дорожки. Там совсем мало вложений надо для того, чтобы привести его в порядок, поставить лавочки освещения как минимум. Но вы понимаете, это была бы большая помощь в воспитании малышей. Еще один наболевший вопрос для жителей – проблема ЖКХ. У основной управляющей компании микрорайона возникли проблемы с лицензией. Теперь главный вопрос – как выбрать новую управляющую компанию и не прогадать. Жителям важно понять, как впредь защищать свои интересы. Нами сейчас запланированы семинары для председателей Советов многопартирных домов, активных жителей, членов Советов МКД по разъяснению основных моментов жилищно-коммунального законодательства. Объем работ предстоит большой, считает Екатерина Гудзима. Но общими усилиями все проблемы решаемы. Недавно состав Общественного Совета 13 микрорайона пополнился новыми людьми. Среди них – председатели Советов МКД, педагоги, воспитатели, члены ветеранских организаций. Каждый из них пришел в Совет со своими идеями и предложениями. Такие неравнодушные люди войдут в команду созидания, которая поможет преобразить как отдельные дворы, так и город в целом. Следующим шагом станет формирование районных Советов депутатов. Валерия Макарова, Павел Пресняков, События. Для детей дворы должны быть безопасными. Акции с таким названием проходят в Октябрьском районе Самары. Жители, волонтеры и Общественный совет объединили усилия и привели площадки в порядок. Наш корреспондент продолжит. Несколько банок с краской, кистью, метлой и двор в Октябрьском районе Самары превращается в ухоженный, благоустроенный и безопасный. Навести порядок там, где ты живешь, совсем нетрудно, если за дело браться всем миром. Жители домов на Советской армии, члены Общественного совета микрорайона и волонтеры, закатав рукава, взялись за дело. Данная акция является показателем в том плане, что здесь были объединены усилия жителей, членов Общественного совета и волонтеров, которые непосредственно принимают участие в данном мероприятии. В том числе кто-то принес краску, кто-то кисточку, кто-то просто пришел помочь. Поэтому в данном случае эта акция является неким хорошим примером, я думаю, для всех жителей нашего города. На площадке установили скамейки, убрали мусор, покосили траву, покрасили малые архитектурные формы, песочницу и качели. За полдня двор преобразился до неузнаваемости. Самим приятно, говорят жители. На недавней встрече с Общественным советом люди попросили не только облагородить эту площадку, но и заняться другими проблемами, которые взяли на карандаш. На следующий день в этом микрорайоне на улице Советской армии будет засыпана территория, прилегающая к детской площадке, потому что там она находится в неприглядном таком состоянии, будет заведена асфальтовая крошка. В дальнейшем будут также проведены подобные акции в других дворах. На сегодняшний день составлен большой список тех проблем, которые можно решить, но для этого необходимо определенное время, ресурсы. Ресурсы появятся после выборов 13 сентября, когда в Самаре создадутся районные советы депутатов, и каждый район будет наделен собственным бюджетом на решение актуальных для каждой конкретной территории проблем. Мариана Мирная, Дмитрий Мешканцов. События. Проблему ремонта многоквартирных домов продолжают решать в областной столице. В этом году к основному списку прибавились еще порядка 200 зданий. Это дома горожан, которые проявили активную гражданскую позицию в сентябре 2014 года. С инициативой поощрять неравнодушных самарцев вышли управляющие компании и нашли поддержку властей. Как идет ремонт по одному из таких адресов узнавала наша съемочная группа. Ремонта в этом подъезде дома 54 по улице Пензенская не было давно. Десять лет назад покрасили и забыли, рассказывают местные жители. За это время здесь все заметно обветшало. Капитальный ремонт по региональной программе здесь должен пройти только в 2022 году. Но прошлой осенью жители приняли активное участие в выборах. Голосовали, говорят, всем домом. И теперь ждать семь лет не придется. В ближайшее время здесь будет произведен ремонт. Жильцы нашего дома очень участвовали хорошо. 80% люди шли на выборы. И знаем, что власть выбираем мы. К власти мы идем за помощью, обращаемся. И все-таки результаты наслышат. Самое главное, что все делают. В плане работ побелка и покраска стен, замена старых окон и почтовых ящиков. Всего в железнодорожном районе Самары дополнительные работы проведут в 21 доме. Чинят подъезды, крыши, фасады, благоустраивают прилегающую территорию. Виды работ жители определили сами. Они однозначно остаются в этой программе капитального ремонта. Если эти дома вошли в титульный список на капитальный ремонт по бюджету города, они также остаются. Это дополнительные работы. Всего в текущем сезоне в Самаре отремонтируют 204 дома, в которых в сентябре 2014 проголосовали более 80% жильцов. Поощрять такую активную гражданскую позицию продолжат и в 2015 году. Алина Чемерис, Лариса Шалафас, Павел Пресняков, События. Китайцы поют «Катюшу». В провинции Сычуань прошел российско-китайский молодежный форум, в котором приняли участие 160 представителей Приволжского федерального округа. Наши студенты, молодые специалисты, спортсмены и актеры 10 дней провели в формате Волга-Янзы. Молодежь обменивалась опытом в различных научных областях. Главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан пригласил делегацию на встречу, чтобы узнать подробности поездки. За последние два года количество студентов, которые выбирают вторым иностранным языком китайский, стало в три раза больше. Отношения Самарской области с восточными провинциями становится все теснее. Российская делегация вернулась из Китая. Кроме нового опыта, привезли с собой впечатление. Мы делали генеральный прогон, готовились к концерту. Здесь, конечно, уже было международное такое сотрудничество, потому что все техники, которые были на площадке, конечно же, не были китайцами, говорящие только на китайском языке. И здесь нам пригодилось и знание и английского, и китайского, и знание международных, так скажем, жестов вот в этом формате, как раз именно в техническом плане. Огромную поддержку этой поездки оказал главный федеральный инспектор по Самарской области Сергей Чабан. И, конечно, пригласил делегацию к себе, чтобы участники форума рассказали из первых уст об организации и впечатлениях. 160 студентов из 50 вузов Приволжского федерального округа, молодые специалисты госкорпорации Ростех, а также артисты и спортсмены могли обмениваться опытом с китайцами, изучать язык на месте в рамках формата «Волга-Янцзы». Мы должны двигаться вперед, развиваться в этих форумах, в этих отношениях, чтобы действительно польза была и в гуманитарной сфере, и в социальной сфере, и в экономической сфере максимально. И полномочный представитель президента, выступая на подведении итогов, вы слышали, видимо, он сказал, что мы будем думать о том, чтобы на следующий год опять провести такой форум с приглашением уже китайской делегации, большой группы китайских студентов к нам на «Волгу». Форум проходил с 28 июля по 7 августа. У ребят была возможность посетить экскурсии, поучаствовать в соревнованиях. Молодежный обмен опытом обязательно продолжится на форуме «Волга» в 2016 году. На этом наш выпуск завершен. Смотрите нас онлайн на сайте samara.tv и через специальные бесплатные приложения для телефонов и планшетов на базе Android и iOS. Полный архив передач на www.samaragis.ru Следуйте за нами в Twitter, читайте нас в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. Это были все городские события. У меня еще новости экономики. Не переключайтесь. Инфляция – это когда быть бедным завтра будет стоить уже на 20% дороже, чем сегодня. Увы, но богатых в стране больше не становится. Все потому, что продолжающееся падение рубля сокращает реальный доход россиян. Из-за этого никто ничего не покупает, банки не кредитуют, а производство стоит. И на этом фоне президент России Владимир Путин одобрил действия Центробанка, направленные на укрепление рубля. Я, конечно, может, чего-то не понимаю, но благодарить Набиуллину за курс 65 рублей за доллар все равно, чтобы поблагодарить Лису за уничтоженный курятник. Разумеется, упасть могло и сильнее, но напомним, что в конце прошлого года Центробанк вообще не представлял, что ему делать с падающим рублем. Да, собственно, и сейчас плохо представляет. И благодарить за провал? Как-то это немного неправильно. Объем валового внутреннего продукта России в апреле-июне 2015 года сократился в годовом исчислении на 4,6%, следует из предварительной оценки Росстата. По итогам первого квартала 2015 года падение составило лишь 2,2%. В конце июля 2015 года глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев оценил падение ВВП России во втором квартале 2015 года в 4,4%. По оценке министра, по итогам года спад ВВП не превысит 2,8%, а в 2016 году экономика перейдет к стабильному росту. Это он так аккуратно перенес прогноз по росту с конца третьего квартала нынешнего года. Всем спасибо, кстати. Большинство россиян, отправляющихся на отдых за границу, не владеет никакими иностранными языками. Такие данные были получены в результате опроса туристов, уезжающих на отдых за границу. Всего в опросе приняло участие 2460 человек из 15 регионов России. Среди туристов, владеющих иностранными языками, самым востребованным стал английский, 91%. Испанскому отдали предпочтение 4%, и по 2% набрали немецкий и французский языки. Португальский, итальянский и турецкий языки набрали около 1% в совокупности. Вот не шучу совсем, но в Риме не сам слышал, как наш турист спросил цену на сувенир в ларьке и вместо «кванта Коста» сказал «коза Ностра». Видели бы вы глаза продавца в этот момент. Российский фондовый рынок открылся ростом. Индекс ММВБ в полюсе на отметке 1706 пунктов. В лидерах роста МРСК «Центра», «Фармстандарт», «Префы Транснефти», «ОГК-2», «МВидео», «Префы Мечила» и «Башнефти». Аутсайдеры открытия – «Полюс Золото», «Уралкалий», «Фосагра», «ГМК Норникель», «Абычка Мечила» и «Префы Ростелекома». К открытию торгов в России сложился нейтральный внешний фон. Американские индексы завершили день ростом. На азиатских площадках торги проходят без четко выраженной динамики. Индексы обдумывают, как реагировать на решение Народного банка Китая о снижении официального курса юаня к доллару. Нефтяные котировки вчера смогли подняться выше психологически важной отметки в 50 долларов по нефти «Брэнд». Курс доллара на 11 августа – 64,49 рубля. Курс евро – 70,75 рубля. Золот стоит 2270 рублей за грамм. Серебро стоит 30,86 рубля за грамм. Цена нефти марки «Брэнд» – 50 долларов 70 центов за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах! Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Баскетбольная Самара провела мастер-класс для школьников. Красноярский пловец – чемпион мира. Анастасии Павлюченковой не удалось выиграть парный разряд Вашингтонского теннисного турнира. Алла Кудрявцева и Анастасия Павлюченкова не смогли пройти финал парного турнира в Вашингтоне. В полуфинальном поединке россиянок остановил французско-швейцарский дуэт. Кристина Младенович и Белинда Бенчич выиграли в двух партиях с одинаковым счетом 2-6. В финал соревнований пробились также испанка Алара Аруа-Барена и славянка Андре Клепач. Станислав Визовский из Красного Яра выиграл чемпионат мира по плаванию. В Казани на открытой воде реки Казанки ветеран-любитель стартовал на 3-х километровой дистанции. На пути к победе 80-летний Визовский бросил запотевшие очки, однако сумел обогнать россиянина, пятикратного чемпиона мира Игоря Бровина. До этого оглушительного успеха самарец завоевал немало золотых медалей на ветеранских первенствах и кубках страны. Баскет-клуб «Самара» с главным тренером Игорем Грачевым провели мастер-класс для учащихся 177-й школы Куйбышевского района. После специальной разминки началась работа с мячом, финишировала тренировка штрафными бросками. Лучшие снайперы получили в подарок фирменную атрибутику баскет-клуба «Самара». А все участники мастер-класса весь сезон смогут смотреть домашние игры любимой команды бесплатно. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова